Итак, тема моего доклада — «Индийский металлогический сериал как средство идеологической пропаганды». Любая пропаганда является частью общественной жизни. Сегодня со стороны из газет и журналов, радио и телеэфира распространяется необходимая информация, воздействующая на сознание социума и формирующая в более разнообразном и масштабном виде. Особое место в данном процессе принадлежит фильмам и сериалам, которые незаметно для человека меняют его сознание, представление и установки. Из всех форм массовой коммуникации, из всех видов искусства кино занимает в обществе положение уникальное. Макклёйн относит кино к горячим средствам масс-медиа, то есть к таким, которые полностью обладевают зрительским восприятием и заставляют зрителя идентифицироваться с героями фильма, а иногда и с самой кинокамерой. При анализе сериалов можно с двух сторон подходить к определению взаимодействия коммуникации и информации. С одной стороны, роли информации в поведении людей, групп, институтов и целых обществ. Они будут рассматриваться как независимые производители, получатели и переработчики информации. Коммуникация воспринимается как функционально обусловленный обмен информацией. С другой стороны, коммуникативное взаимодействие выступает как феноменологическое пространство, где опыт приобретает социальную заданность, структуру и связанность. Он наполнен личностным и социальным смыслом. Данное исследование строится на втором подходе. Коммуникация приобретает содержательную практику, включённость личностного опыта в социальный, общественный. В процессе этого взаимодействия происходит взаимное обогащение не только на информационном, но и на эмоциональном, когнитивном и прочих уровнях. Именно такой подход дает возможность более целостно и системно анализировать дискурс сериалов и прослеживать их взаимосвязь с субско-культурными изменениями в стране. В процессе исследования мы выделили следующие значимые для анализа мифологических сериалов в позиции. Авторская идеология, условия социальной реальности, в которых сериал снимался, процесс создания сериала и его восприятия аудитории, приёма повествования и изображения. Так как сериал «Жанр кинематографа» достаточно молод, то теоретических работ по его исследованию немного. С различных точек зрения сериалы исследовали Атау Рахман, Линда Гесс, Хейди Пауэль, Слюдгин Дорф, Гиттингер, Арвент Раджко-Пауэль, Кьюсак и Манкерар. В основном эти работы посвящены изучению мифологического сериала «Романа» 1987 года. Они затрагивают проблемы взаимодействия телевизионного религиозного эпоса и политики, национализма, гендерных отношений, взаимодействия, соединения религии и поп-культуры. Особенно полезной для нашего исследования стала книга Ракхавендры «Кино Индии. Вчера и сегодня», которая автор дает подробный разбор фильмов на хинди в связи с историческими, политическими и социальными реалиями XX-го – начала XXI века. Многие положения этой книги помогли нам в анализе сериалов. Сериалы 2008, 2012 и 2015 годов не исследовались, были найдены отдельные обзорные критические статьи в разных зарубежных электронных газетах на сайтах. Что можно сказать об особенностях индийского мифологического сериала? Эти сериалы относятся к категории массового кино, а также к категории фильмов на хинди, которые обращаются к самой широкой аудитории и старательно приспосабливаются к выполнению этой роли. Отсюда их простая понятная речь, немногословные диалоги, помогающие понять смысл происходящего на экране, благодаря выразительным жестам. В отношении к религиозным меньшинствам и этническим группам фильмы на хинди окажутся универсальными, что также делает их широко понимаемыми и принимаемыми. Первоначальным этапом изучения медиатекста выступил контент-анализ. Он позволил вычленить в тексте сериалов взаимосвязанные смысловые единицы, характеризуемые сопоставимостью и в то же время разнородностью информации. Единицами анализа выступили извлечённые из образа в значение, благодаря которым и была проведена связь с социально-культурной обстановкой. Санскритский эпос Ромаина с его многочисленными пересказами, переложениями и локальными версиями до сих пор остаётся популярным в силу своего религиозно-философского обоснования, вызывая многочисленные споры и дискуссии. Не меньшую популярность обретают бесчисленные киноверсии эпоса. Своё тримуфальное шествие в кино Ромаина начала с выхода на киноэкраны сериала студии «Сагар Артс» в 1987 году. Энциклопедия «Индиэнс синема» следующим образом характеризует мифологические фильмы и сериалы. Эта форма использовалась и используется для явно идеологических целей. Подобные истории также использовались как зашифрованные идеи национального патриотизма, как средства выражения национального шовинизма Ганди, чтобы поддержать региональный сепаратизм или просто оказать поддержку храмовым пультам с массой последователей. В последнее время мифологические фильмы используются для распространения индуистского шовинизма. Перевод наш. Следует отметить, что эта энциклопедия вышла в 1998 году, и она была издана западным издательством, по-моему, Oxford University Press, если не ошибаюсь. Мне кажется, это всё-таки прозападническая формулировка. Также некоторые исследователи считают, что роль подобных мифологических телесериалов, которые транслировались на канале Дур Даршин, контролируемым правительством, заключалась в объединении и укреплении сторонников индуизма ради корыстных целей. Дур Даршин — это государственное телевидение, которое было монополистом в сфере рекламы новостей для правящей партии. Оно было эффективной платформой для пропаганды, за что часто подвергалось критике. Уже на данном этапе можно сделать небольшой промежуточный вывод, что исследователи сериала 1987 года усматривали в нём откровенную пропаганду идей индуизма. Хиндутвы в основном вот эта идея преобладала. В данном исследовании, мы считаем, необходимо выяснить, навязывают ли, пропагандируют ли эти сериалы 2008, 2012 и 2015 годов, какие-либо идеи имплицитны или явно, какие цели преследует такая пропаганда и какое влияние оказывает режиссёрская работа на зрителей, и происходит ли взаимное влияние зрителей друг на друг. Индийский мифологический сериал, на наш взгляд, всё-таки не предназначен для любителей. Он рассчитан на верующего человека, знатока текста и локальных версий, на человека, который понимает, разбирается и любит индийские традиции и культуру. Западному зрителю сериал покажется наивным, скучным и затянутым. Под идеологической пропагандой мы понимаем то, какие идеи распространяют или навязывают создателей сериалов. Само понятие идеологии можно рассматривать с двух точек зрения. Во-первых, это синоним пропаганды, предвзятости, искажения и неправильного понимания. Либо это могут быть взаимосвязанные взгляды и ценности, систематически порождаемые определёнными социоисторическими условиями. Исследовательница сериала Хелен Ширен считает, что любой человек поддаётся влиянию той или иной идеологии. То, что сериалы играют огромную роль в развитии, распространении идеологии, более того, делают это на различных уровнях. Невозможно не согласиться, что речь идёт не о том, что произносит герой, или о том, что сюжет откровенно вещает о добродетели и пороке. В сериале значимую роль играет изобилие всего, что он даёт. Например, протяжённый сюжет, холейдоскоп образов, которые формируют наше восприятие мира, поглощают наше внимание. Способы формы и приёма подачи материала в сериалах на сюжет ромайны носят двойственный характер. С одной стороны, сериал даёт нам понимание того, что важна объективность, опора на несколько источников для написания сценария и работы с консультантами. А с другой, невозможно не заметить пропагандистские интенсии, обильное использование санскрита в речи главных героев, детализация ритуалов, проповеди, норовоучения. Если рассматривать сериал 1987 года с точки зрения западных учёных, то можно смотреть неубъявную пропаганду индуизма и шифронизации, также идею угнетения бесправия женщины. Создатель сериала вводит в речь свой герой в санскрит, подробно показываются индусские обряды и ритуалы, идёт постоянное восхваление рамы и его дьянии. Но Сагар не насаждал новую религию, а скорее дополнил и способствовал возникновению нового способа поклонения божеству и возможности лицезреть его вблизи. Западный зритель непременно обратит внимание на проблему бесправия женщин в древнем индийском обществе. Для внутреннего зрителя, может быть, для местных учёных просмотр сериала — это прикосновение к божественному, сакральному, о чём свидетельствовали пустые улицы во время трансляции очередной серии. И ещё можно добавить, что вот в начальных титрах к сериалу написано «Рамайана — это живая сила сегодня в глубинах индийского сознания». Ну, все знают, какие события происходили в период и после того, как вышел этот сериал, поэтому я не буду, наверное, этим останавливаться. Сериал показывает социально-политические ценности, стремление к идеальному государству во главе с праведным правителем, показывает изъяны современного индийского общества через призму священного текста, говорит о способности сделать выбор между общественным и личным в пользу общественного. И женщина выступает как второстепенный член общества. Молчаливая тень, безропотно следующая за мужем. Сериал 2008 года — это ремейк сериала 1987 года, снят он той же студией. По качеству съёмок и подбора актёров этот сериал, по мнению политиков, стоит намного выше своего предшественника. Со слов создателей, сериал предназначен для семейного просмотра, для объединения семьи. В этой версии рассматриваются актуальные вопросы, такие как расширение прав и возможностей женщин и сохранение окружающей среды в контексте этой истории. Также было заявлено, что авторы пытаются показать Ромаину с точки зрения Ситы, хотя там это не совсем видно, конечно. С точки зрения Ситы всё-таки это Ромаина 2015 года. В период выхода и показа сериала обострился конфликт по поводу моста Ромы, что усилило интерес к сериалу. И также в этот период произошли выборы. И понимая значимость и силу влияния Ромаины, правящая партия попросила убрать Рому с экранов. В этот предвыборный-выборный период показывали слишком растянутые приключения «Лава и Куши», а Ромы на экране не было, что значительно снизило рейтинги сериала. В сериале, то есть всё, что показывалось в сериале, те же ценности были в сериале, представлены, что и в 1987 году, плюс ещё авторы затронули вопрос ценности сериала. Семьи и доверия супругов друг к другу равноправие мужа и жены личное становится не менее важным, чем общественное, вследствие чего решение в пользу общественного даётся сложнее. я здесь имею в виду вопрос об отправлении ситы в лес. Так, сериал 2012 года. Это тоже сериал группы «Сагар Артс». Это коммерческий проект для телекомпании «Зи ТВ». Сейчас этот сериал можно даже посмотреть на Netflix. Это попытка выйти на мировой рынок. На мой взгляд, не очень успешный проект. Он подвергался к критике, хотя, судя по отзывам в интернете, он нашёл своего зрителя. Он более лёгкий для просмотра. Повествование более динамичное, в отличие от своих предшественников. Без лишней дидактики, философии. Предназначен как раз для тех, кто не знаком с текстом эпоса. Имена повторяются по нескольку раз, на всякий случай, если забыли. Объясняется то, что может быть непонятно западным зрителям. И очень интересен подзаголовок сериала. «Ромаина. Основа жизни для каждого или каждого». Среди недостатков отмечают неудачный подбор актёрского состава. Но всю многочисленную критику перекрывает одно большое достоинство, что сериалы или такие программы, основанные на священных текстах, они гораздо нужнее для просмотра, для семейного просмотра. И лучше смотреть вот такую роману, чем смотреть тот мусор, который показывают по телевизору. Итак, ещё раз подытожить. Здесь классический незамысловатый сюжет на тему подвигов героя спасения своей любимой из плена и торжество справедливости и любви в финале. И, кстати, очень интересный момент, что Магни Парик шоу в конце сериала режиссёр убрал. То есть там просто Рама с Ситой встречаются и счастливо возвращаются в Айотхю. И сериал 2015 года — это успешная попытка пересказать Рамаину от лица Ситы и со слов создателей сериала оказать положительное влияние на общество. Этот сериал получил две награды Индийской телевизионной академии, одна из них как лучший мифологический сериал в 2016 году. Причина успеха мифологических сериалов в целом и, в частности, сериала «Сиакерам» достаточно много. А именно, во-первых, индийцы религиозные следуют традициям и верованиям, во-вторых, достаточно высокое качество и масштабность съёмок, реалистичность, то есть герои становятся более земными, эмоциональными, нет на лице иконической маски, например, как в сериалах 87-го и 2008-го годов. Драматизм сюжета. Благодаря использованию разных источников для сценария сериал коммерчески выгоден, дают пищу к размышлению, дидактику, нарвучение, то есть не пассивный просмотр, а некая сопричастность и соучастие. Следующее. Заметно, что создатели пользовались опытом своих западных коллег, например, в раскрытии характера своих героев. Режиссёр постепенно снимает многослойную защиту и срывает метафорические маски с героев, чтобы зрители постоянно узнавали о персонаже что-то новое. И чтобы подогреть интерес зрителей к сериалу «Сиакиран», была проведена «Шифдханушьятра» по 107 городам Индии. Сериал нашла очень злобную критическую статью именно на этот сериал. Вот позволь себе одну цитату. «Сериал не только исказил оригинал, но и попытался навязать романе современные светско-либеральные ценности, тем самым полностью высмеивая индуистский текст, который не только рассматривается как истинное описание истории Техаса в индуистской традиции, но и также высоко ценится и уважается миллионами индусов». Вот, наверное, здесь еще одна причина такого противоречия и такого бурного обсуждения всех сериалов, потому что кто-то воспринимает роману, наверное, как литературное произведение, а для кого-то это... или миф, а для кого-то это часть истории. Такая критика еще может быть вызвана тем, что авторы сериала действительно старались соединить древность и современность. Сита мало похожа на героиню романы Вальмики. Здесь она собирательный образ. Возможно, поэтому она стала современной, свободомыслящей. Но я думаю, все-таки авторы хотят видеть индийскую женщину, вот именно такой, как Сита в романе 2015 года. Это современная, свободомыслящая, независимая, самодостаточная, имеющая на все свое мнение, но в то же время разумно чтущая традиции, уважающая, почитающая своего мужа и родственников и так далее. Создатели сериала показали новый идеал индийской женщине, но, к сожалению, современное общество не готово принять ее ни в кино. Создатели сериала не изменили финал и видим уход Ситы к матери-земле, но и не в реальной жизни вспомним об отношении к женщине в Индии. Что мы... Вкратце еще раз, что, значит, мы видим в сериале в этом с 2013 года. Герой отстаивает свое убеждение в любых условиях и ситуациях. Женщина равноправный, полноценный член общества, бережное отношение к земле. И вот в индийском массовом кино используется другая модель. Стереотипизируется не характер, как в Голливуде, а процесс. То есть речь идет о том, например, как он или она меняет семейный уклад. Здесь можно вспомнить, как Рама и Сита меняют устоявшиеся традиции. То есть это отсылка, наверное, к современности, в то же время ссылаясь на традиционные индуистские тексты. И, наверное, небольшие выводы. В любом случае мифологические сериалы и сюжет Ромаина через метафоры и символы не только отражают изменения во взглядах, происходящие в обществе и власти, но и влияют на них. Используя доступные средства, Ромаина показывает зрителю, что стоит поменять, на что стоит обратить внимание, почему. В сериалах происходит своеобразная идеологическая обработка зрителя, через которых создатели доносят свое видение идеалов, ценностей людей власти. Индийский мифологический сериал, как и любой другой, вольно-невольно является средством пропаганды. Но это политическая идея, их идут выше, хронизации, о чем говорят в основном западные исследователи, религиозная идеология, бхакти и даршин. Есть исследование, которое говорит о том, что современные индусы верят, что просмотр сериалов на сюжет романа способствует духовному развитию. Просветительская функция, скрупулезно объясняются ритуалы, традиции, вопросы воспитания, образования, поведения в семье и обществе. Хотя и показывает прошлое, но, как показало время, мифологический сериал формирует будущее и влияет на него, например, события, произошедшие впоследствии в Индии. Популяризация семейных ценностей, взаимоотношения в семье, уважение, доверие между супругами. Режиссер обращает внимание зрительно проблемы, которые существуют в индийском обществе в отношении бесправия женщины в семье, насилие над ней. И в настоящее время в период изоляции начали показывать сериал 1987 года. И, на мой взгляд, это попытка обратиться к традициям, к идее праведного правителя. То есть сейчас это не для того, чтобы разъединить страну, отделить мусульман от индусов, сказать, кто лучше или хуже, а здесь как бы обращение, попытка увидеть того правителя, который защитит и спасёт свою страну и свой народ, отказавшись от своего благополучия. Вот. Ну, наверное, у меня всё кратко. Спасибо, Рима Наилевна. Максим Борисович, наверное, имеет что-нибудь добавить. Не могу не встрять. Мы уже немного начали обсуждать, да. Да, но поскольку всё, что связано с Ромаиной в современной Индии, это более-менее моя тема, я три замечания сделаю. Во-первых, дам одну иллюстрацию к тому, о чём Рима говорила, насчёт пропаганды, когда я несколько раз наблюдал, как Ромаина как раз первая 87-го года с Аруном Говилом использовалась в пропагандистских целях. В 2010 году был судебный процесс по поводу Джаннастана предыдущий, когда разделили на три части этот участок. И я как раз был в Айодде. И в Айодде везде были установлены большие экраны на дорогах, на вокзале, на автовокзале везде. И на этих больших экранах транслировалась Ромаина как раз 87-го года, как, знаете, арвелианский телескрим. То есть везде это шло. Потом, и вот в прошлом году, когда в ноябре, да, по-моему, было это решение принято за финальное тоже, я был как раз в августе в Айодде. И поскольку все к этому готовились, то то же самое происходило. Все эти экраны и транслировалась Ромаина. И действительно, это правда, что сериал 87-го года корсеваки смотрели каждый день во время своего марша на Айодде, когда они, ну, Мандал, на мотоциклах туда ехали из разных городов. Но я не очень согласен с тем, что сериал 87-го года априори задумывался как пропагандистский. Потому что сейчас... Ну, я еще был маленьким, можно сказать, не жил. Я не могу, так сказать, оценить ситуацию тогда, как была. Мы все знаем это все по, так сказать, свидетельствам косвенным. Но Тарун Говил недавно давал большое интервью. На самом деле, сам человек довольно либеральных взглядов. То есть он довольно далек от Гиндутова. И тем не менее, интересно, что его образ, именно вот Рама, сыгранный им, он стал действительно одной из икон вот этого движения. И вплоть до того, что в храмах иногда портреты Рамы, это фактически его портрет. Не фотография, а именно портрет. И он рассказывал, как он был в шоке. И захожу я в храм, а там мне тут же услужат моему изображению. Но в реальности он говорил о том, что тогда, конечно, идея была именно... Тогда же у власти не были BJP. То есть идея была именно начать восстановить в Индию традицию вот этой Рамкадхи публичной, потому что старые ее методы устарели для молодого поколения. Нужно было показать Рамайану. А потом этот сериал стал использоваться. Уже Хану Мандал и Вишла Хингу Паришат для решения своих задач. Оказалось, что это успешно, и поэтому стали пытаться уже дальнейшие сериалы тоже делать с определенными целями. Но насчет того, что там права женщин и так далее, на самом деле авторы этого сериала были очень честны относительно текста. Сериал 1987 года, очень качественный. Он полностью соответствует... Ну, не в санскритской Рамайе, не только в санскритской Рамайе, ни Рамая, ни Тулсидаса. То есть там пересекающиеся вот эти вот мотивы, там где надо они делали шифт туда, шифт туда, потому что, мы знаем, у Вальники нет пуш-пватики, вот этой встречи там романтической ситы Рамы перед браком. Это все добавлено было из Тулсидаса. Но это был очень добросовестный сериал. Но если в поэме ситу выгоняют, то как ее нужно оставить дома, если как бы первоисточник говорит об этом. Вот. Ну, буквально короткие замечания, ну, просто такие из опыта, что ли. Рамайна 2008 года. На самом деле, действительно, более качественная, более удачная. Меня она просто впечатлила. Она вообще не стала популярной в Индии. В том числе... Хотя результат, что исполнитель главной роли этот самый Гурмит Чодери, он действительно женился на Биби Небеноке, которая играла ситу. И они постоянно этот факт пиарили, но его поймали в KFC за курицей. И актер, который играет Раму, должен быть вегетарианцем. И вообще актеры, которые играют богов, по крайней мере, в процессе съемок должны быть и себя как боги. Ну, и это так шуточная причина. Но он действительно не стал таким популярным. Си Акирам действительно очень сильно критиковалась ортодоксами, вот как раз за либеральные какие-то сюжеты. Но большое достижение Си Акирам, что, наконец-то, Равана оказался действительно таким мачо-образом, каким он и на самом деле является в Рамайане. Потому что усатый толстяк, страшный и так далее. Ведь это не то, что описывает Рамайана. То есть Раван, он был привлекательным джентльменом и так далее. Он проявлял свой демонический облик. Он был поэтом, музыкантом и так далее. Поэтому я считаю, что единственный удачный, ну, не единственный, а очень удачный образ в этом сериале, очень далеком, конечно, от оригинального текста, с этим никто не спорит, это Равана. Но там, правда, тоже этот Рама, молодой Рама, Видан Саванто, второй, как его звали, вылетел из головы. Но этот Видан Саванто тоже постоянно в Инстаграме постит, как он там пьет виски, ест мясо и так далее. То есть этот сериал последний уже очень далек от религиозного сериала, я бы сказал. То есть он уже совершенно не религиозный, он скорее попытка сделать действительно это произведение светским. Ну вот, такие короткие замечания. Спасибо, что подняли эту тему. Это действительно очень интересно. Об этом нужно говорить, писать также в приложении к каким-то литературоведческим и религиоведческим исследованиям, философским. Ну, если позволите, небольшую ремарку по поводу вот сериала 87-го года. То есть я нашла информацию, что Раман Ансагар два раза пытался получить разрешение на съемку этого сериала, и первый раз ему отказали, второй раз ИНК согласились, как бы предположение, что они хотели воспользоваться результатами сериала воспользовалась Харата Джампи-Парти. Ну, понимаете, есть запросы автора, да, есть те, кто воспользовались. Вот, например, апостолы написали там Евангелие, а воспользовались представители государственных церквей. Ну и сам Раман Ансагар, для него, наверное, это было действительно не... Вот, ну, это сериал для него было, я как понимаю, ну, если можно так сказать, своего рода бхакти, то есть он был глубоко верующим человеком, и для него вот именно Рама Чарита Мамаса Тульсидаса прям вот огромную роль играла в его жизни, и, возможно, вот из благодарности или какой-то вот он хотел оставить такой след, я думаю. Ну, это хорошо, культура в Индии неотделима от религии. Да. Тут сложно очень разделять. Спасибо. Римма, большое спасибо за доклад. Вам всегда так удаётся очень удачно совмещать мифологические тенденции с каким-то социально-политическим мейнстримом. У меня как раз в связи с этим такой вопрос, имеющий несколько творческий характер. Вот вы, наверное, в курсе, что по современным сообщениям сейчас в Индии не очень здоровая обстановка сложилась в связи с коронавирусом. То есть вот ксенофобия, преследование иностранцев, это пышным цветом происходит, и другие вещи, типа надевание масок на богов, какой-то индейец там отрезает язык в порыве избавления страны от этого, от этой заразы. Вот и так далее. То есть, возможно, что всё это тоже в той или иной степени отражает какие-то социально-политические запросы данного современного индийского общества. Вопрос такой, он может быть неожиданный, но как бы на фантазию, потому что для исследователей всё равно так или иначе творческое воображение должно быть развито. Вот представьте, что кто-то из правительства на арендромоде, министр культуры, условно говоря, в настоящий момент делает заказ какому-нибудь режиссёру снять сериал, ну там мини-сериал, там 10-15 серий, прямо вот на настоящей обстановке посреди всей этой истерии. То есть, на ваш взгляд, какими бы были герои Ромаины, которые были бы погружены в такую социально-бессознательную обстановку? Как бы вели себя ситые рамы? Как бы вёл себя Раван? А может быть, на него бы черты коронавируса были бы как-то наделены? Вот на ваш взгляд, что было бы? Как бы запросы эти? Ну вот, если честно, когда в процессе слушания вопроса, у меня всё равно почему-то возник сериал именно 2015 года. Мне кажется, именно вот эти герои, вот то, как они изображены, они вот для настоящей реальности просто подходят. Там именно показано, как, ну то есть, получается, правитель, допустим, если мы возьмём Раму и Ситу, как они заботятся о своём народе, несмотря на... Вот они страдают, болеют, и они помогают. Да, вот, наверное, всё-таки сериал 2015 года. Я пока не вижу, что ещё нового можно снять. Может быть, они будут применять какие-то средства аюрведа, чтобы излечить, но я думаю, они не будут отстраняться. Может быть, с учётом нынешней ксенофобии они могли бы сделать такой больший акцент на недопустимости какого-то присутствия иностранцев, там, что-то в этом духе. Потому что очевидно, что сейчас мать не качнулся в сторону каких-то внутренних националистических настроений ещё больше, чем это было раньше. Это типа наши и не наши. Ну, типа того. Максим как? Согласен с этим, нет? Поживём-увидим. Я надеюсь, честно говоря, что всё-таки такого резкого деления на наших и не наших не будет. Но, конечно, истерия есть. Я просто заметил, что есть много довольно адекватных людей. То есть мы вот злимся на тех, кто там преследует иностранцев. Но это уровень образования. Иностранцы Индии нужны, безусловно. Индия без иностранных посетителей, разных совершенно бизнесменов, туристов и так далее. На современном этапе нет, вряд ли. И главное, что политика BGP последних лет, она была направлена как раз на привлечение иностранцев во все сферы. И почему им вдруг это нужно обрубить? Я думаю, что здесь всё более, более, так сказать, сложно. А я думаю, что сейчас Ромаина вряд ли бы удалась, потому что, как я написал в чате, Сити и Рами пришлось бы сидеть дома, зажигать дипом, как недавно мой диджихен велел, благодарить врачей и ждать, пока коронасоро улетит сам. А вообще много всяких шуток насчёт короны. Мол, сиди дома, баджан корона, партана корона, джаб корона. Спасибо. Вот этот вот страх перед совершенно необъяснимым чем-то, он пробуждает какие-то очень архаичные пласты сознания, поэтому вот всё это сразу все вокруг чужаки там, от них зараза. Очень противоречивые сведения. Я думаю, что пропаганда, на самом деле, есть, как всегда, с обеих сторон, потому что я также, например, получаю информацию от тех иностранцев, с которыми плохо поступили в Индии, и те, кто вполне нормально живут, и, наоборот, им индийцы помогают и так далее. То есть не то, чтобы этим верить, этим не верить или что-то, но те, кто пострадал, они пытаются, понятно, ещё больше усугубить своё вот это положение и ещё только аргументы против, а те, кто, наоборот, хорошо живёт, говорят, ой, да вы всё в лёте, вот много примеров обратных. Поэтому очень сложно сейчас понять, что там есть, что там на самом деле происходит. Тем более, что нас выгнали оттуда. И мы не там. Если не ошибаюсь, простите, если не ошибаюсь, они, по-моему, и своих тоже не жалеют, насколько вот в видео показывали в новостях, они своих палками бьют и гонят с улицы, поэтому... Ну, ещё один момент. Мне недавно звонил один саду святой человек из Айодди по видеосвязи, и он мне показал, он говорит, у нас в Айодде нет ни одного случая, благодаря раме, разумеется, ну, как же ещё в святом городе может иначе быть. Он показал, действительно, вот эту набережную, ну, сейчас они уже все вышли на улицу, это было где-то пара недель назад, когда ещё был жёсткий карантин, там гуляли люди. Я у него спрашиваю, как храмы, говорят, везде закрыты, он говорит, ну как, они официально закрыты, люди всё равно посещают. И там конкретно полиция не особо буйствовала. В соседнем мусульманском, в соседнем, точнее, не мусульманском, а в Файзабаде, где много мусульман, там полиция и с палками, и как угодно. То есть, зависит, видимо, от места. Только я понимаю, во многом это, ну, представление о социальном дистанцировании наложилось на представление о неприкасаемости. Есть случаи избегания, как раз, которые раньше объяснялись ритуальной нечистотой. Есть случаи, когда с одной стороны нечистыми считаются иностранцы или те, кто выглядят как иностранцы, потому что ещё раньше случаев, ну, таких, обвинений иностранцев, да, были случаи, когда тоже плевали и кричали вот это вот «го корона го» на, собственно, индийцев из северо-восточных штатов, то есть, ну, более монголоидной внешности, тех, которые, ну, как бы они немножко китайцы, да, будут какие-нибудь ассамцы и так далее, да, вот. То есть, с одной стороны иностранцы, а с другой стороны, как бы для индийцев, которые имеют возможность этого социального дистанцирования более-менее с высоким уровнем жизни, это будут люди из трущоб, из там, какие-нибудь хобби, какие-нибудь слуги, да, повыгоняли домашнюю прислугу, часто как раз низкого статуса, и там есть случаи там с далецами, которые не могут получить доступ к колодцу, как раз из-за социального дистанцирования теперь, да, и так далее. во многом как бы это наложилось на какие-то архаические представления, мне кажется. Да, это сглубо интересно, и мусульмане, конечно, да, разносят заражу, колодцы отравляют колодцы, да. Но как вывод я бы сделал вообще из всего происходящего, обсуждаемого, будучи иностранцами, приезжая в Индию, читайте лекции о романе, и причем лекции такие, не затрагивая сюжеты агни парикши или там изгнание ситы из дома, какие-то позитивные моменты, и тогда нас будут любить. Те, кто на улице кричат «го, корона, го», они не слышали лекции же? Ну, нас защитят те, кто слушали. Римма Невниевна, я еще статистику поднял, и она говорит о том, что «Махабхар», это, например, 1988 года, это десятый самый популярный сериал по рейтингу и МДБ, то есть этот сериал рано, наверное, хоронить, это раз, значит, но из русскоязычной аудитории видели только современный сериал, то есть старый сериал из русскоговорящих, вот из 150 опрошенных смотрел каждый десятый, то есть не смотрел никто, а Рамаян получается и Махабхара, то во время вот этого локдаун показывает 4 часа в день, это, конечно, промывание мозгов, потому что вот сегодня зограф, скоро будет 10 часов, и мне мозгов уже давно не осталось, так вот, 4 часа Рамаян и Махабхара, это тоже, конечно, психическое оружие, конечно, правильно, нужно Рамаяну транслировать 10 часов, 12 часов. Шива Сантушта, Сантушта, Саргаде, Хитуришваха, Шива Виттттам, Шива Сантушта, Сантушта, Саргаде, Хитуришваха, Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»